здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала я оставила орхидейку на укоренение сегодня прошло три дня и хочу посмотреть как она себя чувствует ставила в такую систему смотрите накрывала пакетиком здесь препарат hb101 мох и достаем мою орхидейку да у нее были очень вялые листочки по-видимому не все орхидеи любят водную систему посреди никаких изменений вот чуть-чуть пошел корешочек в рост чуть-чуть он больше позеленел распуклился а так листочки смотрите начали желтеть наверное вернусь к своей обычной системе наращивания корешков листья которые в воде они становятся такие скользкие смотрите стали желтоватого цвета в общем мне не понравилась эта система кому она хорошо а мне не нравится эти за три дня листики стали скользкие вообще может каждый день надо было менять воду я смотрела вроде бы все в порядке но вот этот листик стал более чуть чуть плотнее чем был чуть чуть плотнее вот этот лист придется удалить так как он уже пожелтел и теряет силы орхидейка с ним сейчас я достала стеката протру его перекись перекись у водорода протерла и удалим листочек так а теперь разрываем пополам начинаем удалять аккуратненько не повреди вот этот молодой корешочек как же его не повредить конечно повредила посмотрите елки-палки только сказала и сама повредила обидно стало ничего надеюсь что он опять пойдет расти только об этом подумала сейчас этот оторвется не оторвется моего прежде чем оторвется я его подрежу не подрезала лучше когда перестраховаться то видите как у меня получилось подумала не повредить раз и оторвался елки-палки цветонос я обрезать все-таки не буду пускай орхидея выживает как может не как может а я помогу конечно выжить это леодорочка она очень красивая не знаю может этот лист уберу смотрите как он желтый начал желтеть пятнами покрылся видите не нравится он не думаю 3 листика и хватит обрезаем этот листик я уже не говорю что не повредить бы листочек а то сейчас точно какой-то листочек поврежу здесь можно было бы ну так разрезать и делим пополам корешочек повредить не надо удалось я смотрю чтобы не повредить корень а на камеру забыла вам показывать сдвинула чуть-чуть руку тоже не серьезно все смотрите как шейка корневая освободилась вот новый зачаток корешочка будет еще один так легче и будет расти видите жалко все таки что я этот повредила кончик перенос перестать расти но он живой эти листочки я выброшу видите какие они из-за чего их убрал они стали вот в конце где были в воде скользкие конечно можно было по выберу вытирать но эти листья уже не восстановятся они уже начали желтеть и вялые так они чуть-чуть приняли твердый тургор чуть-чуть набрали но не сильно чуть-чуть ну так орхидейки легче будет восстанавливаться и этот листик я выброшу вы все видели на камере все вот сейчас я беру бокальчик с водой вода у меня отстоянная с фильтром и в банке я набираю воды и вот сейчас буду показывать вам в препарат его оставить не буду это орхидейку это растение так как она стояла в препарате hb101 напиталась листочками вверх ногами стоял а сейчас я поставлю в стаканчик таким образом чтобы один вот этот корешок нижний вот видите я дотронулась влагой и он сразу позеленел был серебристый сразу позеленел один корешок будет стоять в воде вот этот способ самый лучший никого больше не слушайте когда один корешок вот так в водичке остальные могут быть не в воде а шейка не должна касаться видите она наверху выше уровня если есть пенопласт можете под шейку подставить пенопласт чтобы было уверенно и доставала до шейки смотрите меня уже так наращивают корневую орхидейки восстанавливаются вот видите какие зеленые корешочки в воде и вот уже начали раскукливаться и доходить до воды вот эти корни которые спали видите плотность у нее хорошая замечательно это попугайчик орхидейка и вот орхидейка которая у меня тоже наращивает корневую систему я показывала с помощью лака для ногтей я спасала ее от гнили вот еще одна орхидейка у меня растет таким же способом только я здесь на дно и поместила мох вот мне зеленый корешочек там конечно все не в хорошем состоянии но один есть зеленый корешочек листики плотные цветонос у нее смотрите собралась цвести наверно придется обрезать следующем видео покажу что я буду делать с этой орхидейкой кому интересно оставайтесь на моем канале подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не потерять и знать о новых видео с этой орхидейкой мы будем работать в следующий раз серьезным образом так показался зеленый корешочек и плотность у нее хорошая на сегодня реанимашка говорить больше не будем покажу вам какие орхидейки у меня расцвели на сегодняшний день посмотрите какая красота это было два цветочка и они два и распустились плотные красивые вот еще нету больше больше не показывают цветочки и чармер прекрасный хорошо себя чувствует окно у меня вот я закрыла жалюзями ему сильно света и не надо много хорошо себя чувствует корешочки у него замечательные он растет у меня в керамзите это орхидейка тоже в керамзите люблю я керамзит видите и воздушных корней много и и когда серебристые корни то это первый признак нужно поливать и когда зелененькие корни то это еще поливать не нужно еще показывается полив когда влажность горшка поднимаете горшочек и он влагу сейчас покажу на дне горшочка такие капельки влажные поливать не надо ведь этот поливать и не нужно зеленый о поливе мы поговорим в следующий раз это орхидейка которая код поломал цветонос цветонос у меня стоит в водичке он цветет продолжает а сами сам цветонос я обработала препаратом прошлом видео и жду набухание почек на этом все всем удачи всем пока всего вам доброго и а и и и и и и и